МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше нормы в Барнауле и в Бийске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного загрязнения воздуха. Уровень вредных веществ там увеличился в несколько раз. Произошло это из-за морозов, которые пришли в регион. Именно из-за похолодания в воздухе накопились диоксид азота и оксид углерода. В результате уже сегодня утром жители краевой столицы могли увидеть, как город, особенно центральный район, накрыл сильнейший смог. Те районы города, которые отличаются пониженной формой рельефа местности, находятся в Котловине, это в первую очередь центральный район города. Здесь уже утром визуально отмечался смог. Концентрации оксида углерода достигли 2-2,5 ПДК. Концентрации диоксида азота превысили максимально ПДК в полтора раза. Уровень загрязнения оценивается как повышенный. Шторм прогноз продлится до понедельника 10 декабря. Специалисты Краевого гидрометцентра настоятельно рекомендуют предприятиям автотранспорту в этот период сократить выброс в атмосферу вредных веществ, а жителям как можно меньше времени проводить на улице. Новое уголовное дело возбудили из-за рубок Алтайского леса. В превышении должностных полномочий подозревают сотрудников лесничества, расположенного в Тальменском районе. Должностные лица Ларичи Химского лесничества, Управление лесами Министерства природных ресурсов Алтайского края в рамках исполнения государственного задания в части санитарных рубок леса без проведения обязательного лесопатологического обследования заключили договор купли-продажи лесных насаждений с казенным автономным управлением Алтай-Лес. По данным следствия, сотрудники лесничества нанесли ущерб государству в 6 миллионов рублей. Им грозит штраф в размере 80 тысяч рублей, либо заключение под стражу на 4 года с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. Подчеркнем также, что это на этой неделе стало известно возбуждение уголовного дела о халатности в отношении сотрудников Тигунского участкового лесничества. В этом случае речь идет о сплошных рубках леса с ущербом более чем в 12 миллионов рублей. 11-летняя девочка в Рубцовске переломала ноги на качелях. По данному факту, краевые следователи возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, инцидент произошел в октябре этого года. Во дворе одного из жилых домов на качелях качалась девочка. Внезапно металлическая перекладина сорвалась вниз и конструкция упала на бок, придавив ребенку ноги. Больше месяца следователи проводили проверку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью девочки причинен тяжкий вред. Она переломала голени обеих ног. В итоге следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они ищут тех, кто может быть причастен к преступлению. Отметим, в сентябре 2017 года детскую площадку обустроил подрядчик по муниципальному контракту. Ну а сейчас в нашем эфире сюжет, который начнет целую серию материалов о людях с нелегкой судьбой. Они лишены любви, не знают, что такое семейный уют и праздничное застолье. Перед Новым годом мы решили познакомить разных по возрасту, но одинаково одиноких детей и стариков. В надежде. И вот наш первый эксперимент. В одной руке кисточка с гуашью, в другой самодельная фигурка поросенка. Символ наступающего Нового года станет подарком человеку, который для Татьяны, воспитанницы бийского детского дома, пока совершенно чужой, но, возможно, будет родным. Два месяца назад эта 16-летняя девушка потеряла семью. Все живы, просто оказались не нужны друг другу. И самое печальное, что Таня перестала быть нужной своей маме. Как говорится, то, что мама должна быть своей дочерью вместо подруги и друга, а вот у меня все наоборот. То есть маме нельзя было рассказать какие-либо секреты. То есть там поделиться с ней чем-нибудь, ссорились очень часто, скандалы. Нам ничего хотелось, а любви побольше. Любовь ей дарила бабушка, которая защищала от побоев, оскорблений брата, но единственного и по-настоящему родного человека в жизни Тани больше нет. Когда стало совсем плохо, девушка пришла за помощью в детский дом. Недавно был суд о лишении прав. И после именно этого момента мы с ней начали общаться, кстати. Честно, не обидев никого, я бы не хотела назад. Я бы здесь осталась. Она читает про любовь в книжках. Например, сейчас историю о Дженейр. И верит, что когда станет совсем взрослой, не повторит судьбу своей мамы. А пока мечтает о том, чтобы в ее жизни появился настоящий друг. Ой, сказали про петельку. И тут это... Потеряли? Нет. Нина Сборнова тоже почти не помнит, каково это жить в семье. И тоже одиноко. С пяти лет она сирота. Мама умерла, а папе... И говорит неловко. Ушел к другой. Сейчас тетя Нина постоялец бийского интерната для престарелых и инвалидов. Еще в детстве, после неудачно сделанной прививки, начали отказывать мышцы. А после дистрофия навсегда усадила женщину в кресло. Я ходила с палочкой, у стенки держась. Потом в 35 у меня ноги завернулись. Я полчаса поплакала, а потом сказала, хватит плакать. Надо жизнь видеть. Собственную семью она не создала. Но был мужчина, который сумел сделать ее счастливой. Вместе путешествовали, специально для этого купили машину. Нина ему очень благодарна, а он просто крепко любил. До последних дней своей жизни. Это точно. Там такой взгляд был. Это все. И вот до сих пор передо мной стоит. И ты хотя бы так глядела, что он до сих пор как живой. Здравствуйте. Меня зовут? Тетя Нина. Очень приятно. Они захотят заплакать, но сдержат слезы. Они ждали этой встречи, готовились. Уже после признаются, боялись. А вдруг окажутся совершенно разными людьми. Спасибо. Можно я тебя обниму? Кстати, вы свинюшку такую нигде не найдете. Сама делаю. Да. А это тебе. Я связала своими руками. Да? Да. Общались, не обращая внимания на камеру, больше получаса. Общих тем оказалось много. Обе пишут стихи, занимаются творчеством и не понаслышке знают, как тяжело без маминой любви. Мы с тобой будем дальше дружить. Всю жизнь. Да. Приходи ко мне обязательно. Пожалуйста. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжаем выпуск. Сто лет на страже границ государства в краевой столице прошли праздничные мероприятия, посвященные сразу двум событиям. Столетию пограничных войск и Дню Героев Отечества. Пограничники из Алтайского края, Республики Алтай, Омской области, а также представители власти и патриотических организаций почтили память уроженцев края. Настоящих героев, которых, к сожалению, уже нет с нами. Среди них командир Акташского пограничного отряда полковник Евгений Кузьмин и выдающийся лейтенант Вячеслав Токарев, которому посмертно присвоено звание Героя России. В торжественной обстановке их родственникам вручили памятные дипломы, а маме Токарева уникальный серебряный знак за вклад в патриотическое воспитание граждан. К слову, этот знак отличия на Алтайской земле вручается впервые. Для меня жизнь, наверное, наивысшая награда, что у меня был такой сын. Это самая высшая награда. Мне его звезда. Звезда – это наивысшая оценка его труда, что оценили люди и государство. А для меня наградой является то, что он был в нашей жизни. Теоретическую и психологическую подготовку сегодня проходят бойцы снежных десантов со всей страны в Барнауле. В Кривой столице стартовал Всероссийский форум, посвященный зимней студенческой акции. Участники традиционно в январе отправляются в районы регионов для помощи местным жителям. В форуме участвует около 300 человек из 20 регионов страны. В Барнауле они собрались для обмена опытом и обучением. Упор делают на подготовку командиров и комиссаров. Последние отвечают за творческую жизнь коллектива. Это главные люди в любом отряде. И не случайно Всероссийский форум проходит на Алтае. Именно здесь полвека назад появился первый снежный десант. Теперь наш форум студенческой акции перенимают другие регионы. Форум продлится три дня. Завтра участники приступят к практике в рамках однодневного снежного десанта в пригороде Барнаула. По словам организаторов, участникам нужно объяснять все до мелочей, так как за 10 дней акции студентам придется побывать и артистами, и кураторами, и волонтерами. Он общается с ветеранами, с достаточно пожилыми людьми. В морозы, в минус 30 градусов студенты выходят, очищают памятники Великой Отечественной войны. Тем же ветеранам помогают очищать ограду, перетаскивать, колоть дрова, еще какие-то моменты. Но это достаточно, очень сложно. Почти сотня боксеров в эти дни бьется в Барнауле за медали Всероссийского турнира. Эти состязания посвятили памяти погибших сотрудников ФСБ Края. Организаторы рассчитывали на большее количество бойцов, но в последний момент те не приехали. С церемонии открытия о первых итогах боев. Наш следующий материал. Война! Война! Словно на плацу, по стойке смирно. В первых рядах руководители главных правоохранительных ведомств Края, неспроста Всероссийский боксерский, решили посвятить памяти погибших коллег. Я полагаю, что именно проведением такого турнира мы лучше всего будем сохранять память. За себя постоять, технику других посмотреть в Барнаул на целых три дня приехало почти сотня боксеров. Это исключительно земляки со всего региона. Звали гостей из Казахстана, не приехали. Звали соседей Сибири, те тоже отказались. К стандартной причине нет денег, на этот раз добавилась еще одна – холода. Здесь уже некоторые ребята, которые буквально пару лет назад были начинающими, сейчас они уже показывают довольно-таки приличный бокс уровня Края, где-то даже уровня Сибири. Поэтому я думаю, что и данный турнир, он и развивает их дальше. Претендентов на золото разделили на две группы по возрасту. В первой те, кому 17-18 лет, во второй – 19 и старше. Вот эти ребята в шлемах – самые юные из участников. С одного ринга на другой за пару дней – такой плотный график у некоторых боксеров. После уже не до слов. Соперник ни о чем. Дело в том, что сейчас мы перед этим ехали, ездили на Дергуново турнир, там два тяжелых боя выиграли, сейчас как бы не до восстановления. Это были так называемые предварительные бои, на завтра запланированы финалы. Именно тогда станут известны именно тех, кто умеет быстро защищаться и сильно бить не только по грушам. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Со школьной сцены на подмостке всероссийского уровня команда КВН 69-й гимназии вновь получила приглашение на выступление в Москву. О том, как создавалось движение и в чем секрет успеха молодых участников – в следующем сюжете. Три-четыре. Пасимся! 120 децибел – так называли команду, ведь все ее участники необычайно звонкие. Год назад родители учеников из разных классов решили подружить юных гуманитариев и технарей. Создали небольшой кружок КВН. Кто знал, что через несколько месяцев веселые и находчивые Барнаула покорят международную и общероссийскую сцену. Секрет успеха, как говорит руководитель движения, в острой подаче зловодневных ситуаций. Чем быстрее, то есть, ты пошутишь и что-то придумаешь на актуальную тему, и это еще не пройдет. То есть, спустя какое-то время, да, игра будет вот-вот, да, и что-то произошло. Кто интереснее, смешнее придумал, тот, естественно, и покажет эту тему. А до нас эти актуальные темы доходят за 3500 километров, как правило, там, через неделю, через месяц и так далее. Завтра в школу все с родителями. Почему? Директор будет выяснять, кто пустой конверт на ремонт сдался. Выступление в Анапе, концерты в Москве из 73 регионов. Полуфинал прорвалось 16, и один из них – Алтайский край с командой 69-й гимназии. Уже в марте дети снова отправятся покорять Москву. К этой поездке активно готовятся не только юные артисты, но и родители. Без родителей очень сложно что-либо представить, потому что это и финансовая сторона, это и, может быть, эмоциональная сторона какая-то у детей, потому что дети все разные, и в любом случае бывают сложности. Пока школьники выступают перед местной публикой. В их копилке победы краевого и городского уровней. Многие ученики даже видят себя в юмористическом движении на долгие годы вперед. Мне кажется, я хочу заняться КВНом дальше, потому что мне это нравится. Хочу продолжить играть. Пока неизвестно, как пройдет преступление нашей команды в столице, но главная цель родителей исполнилась. Ученики разных классов стали одной большой дружеской семьей. Валентина Скерова, Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. В Барнауле совсем скоро начнет свою работу семейный фестиваль роботов. В ближайшую субботу одна из площадок торгового развлекательного центра «Арена» превратится в захватывающий мир IT-технологий. Здесь не будет скучных лекций, учить формулы и законы вас не заставят. Хотя один умный профессор предложит помериться интеллектом. Не бойтесь, двойку в журнал не поставят. На фестивале роботов «Робостарс» все машины – друзья человека. Фестиваль интерактивен. С абсолютно любым роботом можно повзаимодействовать, поуправлять, поговорить на абсолютно различные темы. Также они могут потанцевать. В фестивале роботов «Робостарс» открывает свои двери уже 8 декабря. Пообщаться с талантливыми и очень симпатичными машинами можно будет на протяжении месяца. Здесь же все желающие смогут посетить занимательные мастер-классы по созданию и программированию роботов. Семейный фестиваль «Робостарс» будет работать на втором этаже торгово-развлекательного центра «Арена». Здесь даже взрослые мамы и папы становятся детьми. В завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В субботу в крае переменная облачность, ветер юго-западный умеренный. Холоднее всего будет в Заринске и Алейске – 22 градуса, 20 в Бийске и Рубцовске – минус 19 в Славгороде и 16 морозов в Змейногорске и Белокурихе. В Барнауле без осадков, ветер умеренный ночью 24, днем около 20 градусов мороза. Это все новости к этому часу. Телефон нашей редакции в Барнауле прежний – 722 440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире!